Каждый год задачи перед учительством ставятся новые, но всегда сложные, поскольку именно от педагогов зависит будущее страны. Поэтому нужно от теории переходить к практике, от заинтересованности к познанию и азам ремесла. Нужны новые методики преподавания и развития творческого потенциала учащихся и студентов. Нужны первые шаги во взрослую жизнь уже в школьные годы. И это не пустые слова. На традиционной выставочной экспозиции, которая предваряет областной ПИЦ-совет, были продемонстрированы достижения системы образования области. Роботы, которые считывают маршрут движения по нарисованным линиям, различные мобильные автоматизированные установки 3D-принтер, а также единый информационный портал, новейшие разработки и достижения в сфере образования. Здесь представлены и Брестские вузы, а их руководители все еще под большим впечатлением от Республиканского педагогического форума. Поднимались вопросы совершенствования системы образования, введения национального экзамена, введения дополнительных факультетных занятий, руководителя по военной подготовке и многие другие новшества. Обсуждались проблемы совершенствования подготовки кадров как в высшей школе, так и в средних специальных учебных заведениях. И сегодняшнее августовское мероприятие, которое проходит в области, говорит о том, что эти же вопросы будут рассматриваться на уровне области. Перед высшей школой задачи стоят, конечно, очень важные. Это прежде всего формирование высококвалифицированных специалистов, но не просто бездумных технократов. Это должны быть граждане и патриоты нашей страны с большой буквы, которым уже не только завтра, а уже сегодня брать ответственность за развитие нашей страны. Что касается нашего технического университета, мы развиваем концепцию «Университет 3.0». Она предполагает развитие научных, инновационных исследований, разработок и внедрение. Самое главное – выйти на внедрение этих разработок в реальный сектор экономики, зарабатывать определенные средства, которые пойдут и в том числе на развитие нашей университеты. Качественное образование, индивидуальный подход к каждому ребенку, желание учителя передать свои знания ученику, профориентация, чтобы по выходу из школы молодые люди не оказались неприспособленными к жизни. Вот задачи, которые стоят перед учительством региона в нынешнем периоде. Именно они обсуждались на августовской областной педагогической конференции. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко четко расставил акценты, поставив во главу угла воспитание патриота и гражданина Родины. «Если бы не было учителей, не было бы и нашего государства», – подчеркнул руководитель области. Педагоги были и остаются основными проводниками идеи развития Беларуси и основой ее стабильности. А потому Большой Брестский форум прошел под слоганом «Система образования – основа единства страны». Все впереди, мы движемся, мы работаем, ваши умы, в том числе наших детей, о чем мы сегодня говорим. Система образования, которая создала эти умы. Мы подошли к тому, что мир сегодня не стоит на месте, и мы сегодня развиваемся. А материально-техническая база Брещена, она абсолютно подготовлена к даче того логотипа, может быть, и частично отработанного образования, а потом уже дальнейшего индивидуального, для того, чтобы наши дети познавали сегодня те непознанные, как сказать, моменты, которые сегодня знают их руководители или научные работники, которые сопровождают их дальнейшее развитие и обучение. В своем выступлении Юрий Шулейко подчеркнул, что на Брещене продолжилась системная работа в рамках государственной программы по оказанию помощи по подготовке к школе детей из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей. Для всех учащихся обеспечены равные условия получения образования. Мы сегодня имеем полноценное, практически 90% бесплатное образование. Оно касается оплаты только высших учебных заведений, второго образования где-то необходимо, но от частности все получают сегодня школьное образование бесплатно. Кто сегодня поступает на бесплатное с высоким баллом прохождения, тот учится бесплатно. Кроме того, он получает стипендию, он получает готированное жилье, а то и питание порой непосредственно. Он учится в прекрасных учебных заведениях, которые сегодня имеют материально-техническую базу. Далее оно сопровождается практическими занятиями и в контенте то, что нужно сегодня государство и какие специальности сегодня, оно должно быть совокупно на протяжении вот этого, пока он пришел в нулевачку и закончил 11 классом, а потом он уже стал специалистом и пришел за станок, за компьютер, он пришел как руководитель предприятия, подразделения. В ходе конференции обсудили наиболее проблемные и практические вопросы организации педагогической, идеологической, воспитательной и учебно-методической работы в учреждения образования на новый учебный год. Были расставлены приоритеты в воспитании цельной и гармоничной личности. Дети наши, внуки, мы их ведем в школу, мы его передаем сегодня первой учительнице, мы передаем воспитателю, и это передает кто? Мама, отец, да? Значит, вот это тандем семьи, именно родителей и учителя, он должен быть на протяжении всего образовательного процесса, потому что никто, как родители, уделяют и больше всего находят времени в своем ребенке общаться, так же и педагоги, когда он 6-7 часов, а то и более находятся сегодня за школьным учреждением и понимают, что с этого человека вырастет. Традиционно в рамках августовского педсовета наградили лучших представителей системы образования Брещины, в их числе представители учреждений образования нашего города. Когда мы, учителя Брестской области, собираемся все вместе и обсуждаем, что сделано за прошедший год, и видим, что нас помнят, о нас заботятся, и мы награждаем их здесь, конечно же, это придает сил для дальнейших действий. Поэтому уже сейчас какие-то планы на следующий год. Очень приятно в преддверии наступающего учебного года, когда тебя награждают, оценивают то, что ты делал в прошлом. И, наверное, это аванс на то, что ты будешь делать в будущем. Я прекрасно понимаю, что полученная награда – это результат не только моей работы, это результат работы всего коллектива нашего лицея. Это еще раз мотивация для того, чтобы понимать, работать, работать и работать. Напомним, в этом учебном году за партой учреждений Брестской области сядут более 172 тысяч детей. Это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Впервые переступят порог школы чуть более 17 тысяч. Продолжение следует...